Как мы говорили ранее, осмотр пациента начинается с пальцевого обследования, после чего врач решает, как действовать дальше. Чаще пациентов с практологическими заболеваниями диагностируют фиброколоноскопией и рентгеном с контрастированием. Самое хорошее, самое качественное исследование толстой кишки – это фиброколоноскопия. До нее была иригоскопия, то есть интерпретация в рентгеновском плане. Данный рентген кишечника, он уступает фиброколоноскопии, что он нам дает только тень, складок, тени и сгибов. Он информативно нам где-то на процентов 50-60, иногда 70. Так как изображение на иригоскопии черно-белое, опухоли в ранних стадиях выявить нельзя. На рентгене часто не видны мелкие эрозии, язвы и пока еще доброкачественные полипы. Фиброколоноскопия позволяет врачу в реальном времени увидеть, что происходит в кишечнике, определить состояние слизистой, перистальтику, а также рассмотреть анатомические особенности органа. К тому же, в отличие от иригоскопии, изображение цветное. С помощью процедуры врач может сразу же удалить и аномально разросшиеся ткани над слизистой оболочкой, то есть полипы. То есть, если во время колоноскопии я вижу, что есть полип, и он удаляемый, то есть он третьего-четвертого типа, на ножки, хороший, красивый, для того, чтобы он не дал нам осложнение, я его иссякаю, удаляю с остановкой кровотечения. К обследованию необходимо готовиться несколько дней специальной диетой и очищением кишечника. Сама же процедура занимает около 20 минут, и, что важно, в это время пациент находится под наркозом. Пока больной спит, врач просматривает каждый сантиметр толстого кишечника в поисках патологий. Когда полипы легализируются, он достигает больших размеров, больше 10 сантиметров, которые его уже удалить с кишечника невозможно путем колоноскопа. Уже нужна лапаротомия, нужны уже классические операции. Как и у любой процедуры, у фиброколоноскопии есть противопоказания. Это плохая подготовленность кишечника к обследованию, наличие в нем кровотечений, многократные хирургические операции в тазовой области, а также большие грыжи и не только.